Валентин Коновалов 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 Это торговли, транспорта, спортивные и бытовые штрафуют и рядовых жителей. Что касается школ, Роспотребнадзор остаётся при прежнем мнении. Превышения эпидемпорога по заболеваемости ОРВИ среди детей нет. Школьники могут вернуться с дистанционного на очное обучение. Решение принимают уже сами муниципалитеты. Ольга Барловская, Антон Михайлов, РТС. В Абаканскую больницу поступило 8 тысяч доз вакцин против гриппа. Получить бесплатную прививку могут все желающие от 18 до 60 лет. Как поясняют специалисты, это инактивированная вакцина, которая содержит антигены вирусов типа А и Б. Чтобы пройти иммунизацию, необходимо прийти в медучреждение с паспортом и полисом. Поставить прививку можно в городской поликлинике по адресу Чертыгашева, 51, кабинет 104. Более подробная информация на сайте Минздрава Хакасии. В Черногорске открылся центр амбулаторной помощи для больных коронавирусом. Таким образом, медики стремятся создать большую доступность помощи и лечения пациентов. Ковидный центр принимает пациентов с легкой формой коронавируса при температуре не выше 37,8 градусов без одышки. Причем заболевшие должны иметь при себе подтвержденный диагноз COVID-19 по ПЦР-диагностике. Принимают результаты также из частных клиник. Отделение работает в плановом порядке. Это значит, что лучше пациенту записаться на прием, чтобы не создавать очереди. Могут сюда прийти и заболевшие без записи. Телефон колл-центра в Черногорске 8-390-31-23-877 или сотовые 8-958-855-2022 или 8-958-855-2025. Это телефоны врачей и медсестер ковидного центра, которые в свою очередь делают обзвон по зарегистрированным пациентам. Они могут прийти на первичный прием для открытия больничного листа. Значит, в ковид-центре проводятся корректировки лечения пациентов и введение в схемы лечения предыдущих амбулаторных препаратов, которые выдаются в амбулаторном звене, в частности, в самом ковид-центре, либо раздаются нашими ковидными бригадами. В первый день работы в ковидный центр на первичный прием пришли 46 человек. 37 из них открыли больничный лист, четверо продлили его. В отделении провели 17 повторных мазков на ковид и выдали 56 комплектов лекарственных препаратов после корректировки схем лечения. Медики отмечают, что закрывать больничный здесь не будут, ведь ковидный центр – красная зона. Для этого следует по навигации пройти на другую сторону поликлиники. Если у вас температура и признаки ковид-инфекции есть, и есть данные КТ, которые свидетельствуют о том, что вероятнее всего у вас есть ковид-инфекция, но нет пациент диагностики, эти пациенты обслуживаются также в здании поликлиники с другого отдельного входа. Навигация сегодня будет размещена на стенах здания, не с центрального входа, не в общей очереди для чистых пациентов. Есть еще отдельный ход с тыла поликлиники, где работают два кабинета неотложной помощи, которые отделены также от чистой зоны. Пожалуйста, приходите туда. Жители Орджоникидзевского района спустя три месяца дождались поставки бытового газа. Администрация заключила договор с красноярской фирмой. Первые 3000 тонн голубого топлива сельчане получили накануне. Проблема с отсутствием газа в Орджоникидзевском районе возникла в сентябре, когда прежний поставщик из Черногорска сначала отказался доставлять груз за сотни километров, а затем и вовсе обанкротился. Сельчанам пришлось обходиться без газа почти три месяца. Кто мог, закупал его в соседнем ужуре по высокой цене больше, чем 800 рублей за баллон. Кто не мог, смотрел на пустые емкости. У меня семья большая. В данный момент не могу приобрести в Орджоникидзевском районе газ. Администрация Орджоникидзевского района вела переговоры с красноярскими поставщиками газа. В селе очень надеялись, что смогут снизить существующий тариф для населения и вести социальный. Красноярск край газ согласился зайти на территорию района и уже поставил первые 3000 тонн голубого топлива. Правда, цена еще кусается от 450 рублей за баллон. Теперь администрации предстоит защитить новый тариф для населения. Мы готовим все документы для того, чтобы выйти на комитет по тарифам и чтобы нам там дали предельную цену, предельную стоимость газа. Те, кто реализуют газ, они терпят убытки, потому как, сами понимаете, на биржевом рынке стоимость газа растет, а у нас стоимость газа с 2017 года не пересматривалась. По словам представителей администрации Рженькидзовского района, заниматься газом, разливать его на станции придется Копьевскому ЖКХ. Теперь перебоев с голубым топливом не будет, так как поставки идут с колес. Достаточно одного звонка и газ привезут через пару часов. В Абакане началась массовая заливка ледовых катков, причем как крупных на стадионе Саяны и у спорткомплекса имени Булакина, так и небольших, пришкольных. Черновая заливка льда идет на площадках пяти абаканских школ. Сейчас катки готовят специалисты спортшколы по хоккею с мячом, а вот над созданием чистовой, идеально гладкой поверхности на школьных стадионах будет трудиться техника спорткомплекса Саяны. Любителям коньков будет где размахнуться. Дополнительно к зиме подготовят шесть хоккейных коробок в разных микрорайонах Абакана, а также рождественский каток в Преображенском парке. Его зальют, как только ляжет снег. Специалисты отмечают, что сроки открытия ледовых полей напрямую зависят от погодных условий. К слову, синоптики прогнозируют похолодание в республике уже в ближайшую неделю. Субтитры подогнал «Симон» Если верить в чудо, оно обязательно произойдет. В приюте «Поводок» волшебство творится каждый день, а если нет, создают его сами. Сейчас специалисты разбили здесь фотозону к Новому году для волонтеров и для тех, кто хочет забрать собак домой. С пушистиками, которые очень ждут хозяев, можно сделать несколько красивых кадров. Совершенно бесплатно. Условий два. Помочь приюту по хозяйству, пообщаться с животными или забрать кого-то из лохматых воспитанников домой и записаться. Старт 7 декабря. Новогоднее чудо для Амели обязательно произойдет, если в это верить. Она живет уже в приюте «Поводок» два года, но пока не обрела любящую семью. Специалисты за это время многому ее научили. Например, в ноябре она заняла призовое место на соревнованиях в Красноярске. Кстати, специалисты приюта «Поводок» оформили новогоднюю фотозону. Если хотите лично познакомиться с рыженькой хвостатой, приезжайте в гости. Амели – собака с непростой судьбой. Выросшая на улице и привезенная сюда неравнодушными людьми, она стала местной любимицей. За это время кинологи обучили четвероногую многим командам. Работники «Поводка» шутят. С такой собакой хоть в разведку, хоть на подиум. Амели – преданная и послушная. Одно из направлений деятельности приюта – это дрессировка собак с выходом на соревновательный уровень. Наши собаки участвуют в соревнованиях. И недавно на выставке продажи «Зоумир» в Красноярске одна из собак приюта «Поводок» в Бакане заняла второе место во фристайле. Это танцы с собаками. Сейчас в приюте живут 68 животных. У них чудо уже произошло. Они попали в большой собачий дом. Кого-то спасли от голодной смерти и невыносимых условий. Кого-то вырвали из рук живодеров. Теперь все они здоровы, сыты и обучены командам. От бродяжей жизни ни следа. Теперь все эти усы, лапы и хвосты ждут своего хозяина. Полина Назарова, Станислав Колчинаев, РТС. Хакасские аграрии побили прошлогодний рекорд по урожайности, добившись показателя 23,2 центнера с гектара. В этом году сельчане убрали 76,5 тысяч гектаров пшеницы, ячменя, овса и гречихи. Как отмечают в Минсельхозе и Хакассии, в бункерном весе урожай зерновых и зернобобовых культур превысил 177 тысяч тонн. Если 2019 специалисты признали рекордным, то в этом году средняя урожайность превысила прошлогодний показатель на 3,2 центнера с гектара. А на некоторых участках доходило до 70 центнеров. Кроме того, успехов удалось добиться и в кормозаготовке. На сегодня хозяйство Хакассии заготовили 230 тысяч тонн сена, что выше уровня прошлого года на 6 тысяч тонн. Поэтому наши фермеры готовы реализовать корма хозяйством Новосибирской, Омской областей и Валтайский край. Муниципалитеты должны позаботиться о запасе угля до конца новогодних праздников. Такое поручение получили территории на видеоселекторе в правительстве республики. На сегодня отопительный сезон в регионе проходит спокойно, без серьезных происшествий. В Хакассию начинает заходить зимний холод, а он не прощает сбоев в сфере ЖКХ. Поэтому муниципалитеты должны усилить контроль за работой котельных и сетей. Об этом шла речь на селекторе. Всего с начала года на 24 объектах были технологические сбои. Два последних в Орджоникидзовском районе и Черногорске уже устранены. Из серьезного на слуху был СОРСК. В начале текущего месяца у нас были снижены параметры в городе СОРСКе. По причине отсутствия запаса топлива, я считаю, что перестраховалось руководство предприятия. Предприятиям можно было не снижать нормативные параметры, но департамент жилонадзора Минстроя в этот же день, в понедельник, это было проверил. Нигде критических отклонений не нашли. В тот же день поставки угля в СОРСК наладили. Сегодня от муниципалитетов требуют восстановить аварийные запасы топлива. У многих схожие проблемы. Долги перед ресурсниками, блокировка счетов. К тому же в октябре упали платежи населения, меньше 70%. Такое уже было в мае. Республика ищет возможности поддержать территории. Рассчитывают и на федеральную помощь. До среды следующей недели, не позже, но кто раньше сможет давать и раньше, представьте в Минстрой свое видение, каким образом вы сможете закупить уголь, есть у кого-то проблемы или нет, чтобы мы могли оперативно, если что, подключиться. Я имею в виду для закупки угля до 20 января. Республика продолжает отслеживать закупочную цену на уголь. Близится к финишу работа по оформлению паспортов готовности территории. Глава Хакасии поручил муниципалитетам следить за работой объектов ЖКХ, реагировать на обращения жителей и сформировать достаточный запас топлива, чтобы новогодние праздники прошли спокойно. Ольга Барловская, Антон Михайлов, РТС. В Хакасии задержан мужчина, которого подозревают в страшном преступлении, убийстве шестилетней падчерицы. Следователи полагают, что мужчина намеренно заживо сжег ребенка. Пожар в частном доме в деревне Толчия Багратского района произошел накануне. Когда огнеборцы попали внутрь, они обнаружили тело шестилетней девочки. На место ЧП были вызваны оперативники, и они установили, что к возгоранию причастен 41-летний отчим погибшего ребенка. По версии следствия, в доме мужчина проживал с женщиной, ее дочкой. Несколько дней сожители пьянствовали, а накануне вечером, когда все уснули, подозреваемый поджег диван, который стоял рядом с кроватью падчерицы. Девочка в этот момент спала. Когда огонь распространился по дому, мужчина вывел сожительницу на улицу, оставив ребенка в горящем помещении. Возбуждено уголовное дело. Единственная в республике школа-интернат для детей с нарушениями зрения отмечает в этом году 85-летний юбилей. Но пресловутая пандемия лишила ребятишек и весь коллектив очных праздников, поэтому все мероприятия проходят в режиме онлайн. Но для РТС сделали исключение об уникальной школе в материале Марии Мишниной. Найти подход даже к здоровым детям всегда сложно. А в этой школе обучается 274 особенных ребенка. У одних ослабленное зрение, другие не видят вообще. У большинства еще и сопутствующее заболевание. Но педагогам удается подобрать ключик к сердцу каждого ребенка в помощь уникальной методики и средства обучения. Например, эта программа сканирует текст, выводит его на экран и озвучивает. Графический планшет позволяет ребенку сделать чертежи, которые нужны ребенку в математике. Нарисовать линии, отрезки, круги. И ребенок может пальцами посмотреть результат, то, что он получил. Здесь компактный видеоувеличитель, который позволяет ребенку прочитать текст в учебнике. Зал адаптивных спортивных игр. Такие занятия хорошо влияют на нервную систему, развивают логику, умственные способности, координацию движений. На физкультуре тоже особенное оборудование. Например, звуковые мячи. Основной секрет всего этого именно в окружающем шуме. Тотально слепые дети ориентируются на звук намного быстрее, чем слабовидящий или видящий человек. Так как они быстрее различают различные звуки. Такие звуки, как от автомобиля, мяч, дождь. То есть они ориентируются в пространстве и быстрее реагируют. Мы развиваем у них эти чувства. На базе школы действует единственный в Хакасии центр дистанционного обучения. Бывает, что некоторым детям посещать школу порой невозможно. Поэтому дистанционное образование – настоящее спасение. Ученик дома, педагог в школе. В расписании все уроки. У каждого школьника индивидуальный комплект оборудования и специальных программ. Условием обучения в дистанционном центре является обязательная норма интеллекта у детей. И вот наши дети на 100% оправдывают эту самую норму. То есть они настолько умные, как мне кажется, они настолько талантливые. Просто есть дети, которые материал с лёта усваивают, прекрасные ответы дают. Также педагоги стараются выпустить ребёнка из этих стен уже с профессией. В школе ребятишки могут получить специальность плотника или швии. Уже организована гончарная мастерская. В планах открыть зал парикмахерского искусства и студию звукозаписи. Основная задача – выявить способности, потребности ребёнка и как он может себя проявить. Понятно, что в нашей школе прекрасно, что ребёнок погружён, скажем так, в тепличные условия. О нём заботятся. Для неместных детей есть у нас интернат. Ну а дальше что? Конечно, социальная адаптация. Нужно найти себя в жизни, найти профессию и дальше жить, работать, создавать семьи и становиться успешными людьми. Их здоровье ограничено, зато возможности безграничны, говорят учителя. Этих ребят объединяет одно – неуёмная жажда жить, творить, общаться, познавать что-то новое. А педагоги помогут. Новый год не за горами. Русский драматический театр имени Лермонтова проведёт предпраздничную акцию «Карнавал ёлок». Участникам предлагается своими руками создать главный символ зимнего праздника. Организаторы предлагают включить фантазию на максимум, предоставляя полную свободу выборе материалов и техники исполнения. Единственное условие – высота ёлочки должна быть не меньше 120 сантиметров. А уже 10 декабря на крыльце театра стартует выставка новогодних красавиц. Универсальная площадка, брусья, турники. Настоящий спорткомплекс под открытым небом накануне возвели в селе Новотроицком Бейского района. Новое приобретение уже успели по достоинству оценить юные жители села. Тему продолжит Оскар Артамонов. Сегодня в селе Новотроицком, которая входит в Бейский сельсовет, проживает больше 200 детей. Долгое время ребятам просто негде было развеяться после уроков, поэтому недавно возведённая спортивная площадка стала для школьников настоящей одушиной. Потягиваюсь на брусьях, много чего, футбол, борьба. Я много чем занимаюсь. А сейчас хоть можно после школы собраться и поиграть. В этом году Бейский сельсовет сумел выиграть грант 600 тысяч рублей в конкурсе на лучший социально значимый проект, который ежегодно проводит Миннацполитики Хакассии. Для строительства спорткомплекса под открытым небом также были привлечены средства самого поселения и местных спонсоров. На сегодняшний момент площадка практически готова. На следующий год, уже когда будет тепло, весной мы планируем залить данную площадку, чтобы постелить мягкое резиновое покрытие и установить освещение. Ну и в принципе данный комплекс будет готов полностью. В этом году грантовую поддержку от Министерства национальной политики получили 29 проектов. В некоторых селах также установили спортивные площадки, в других детские игровые комплексы, а где-то средства решили потратить на восстановление памятников. Единственное условие для участия в конкурсе, что проект должен быть востребован и одобрен жителями. Прилагается в конкурсной документации протокол собрания либо схода, либо еще иной какой-то встречи с жителями. И документируется желание реализации именно конкретного проекта. Как рассказали организаторы, в следующем году они планируют увеличить призовой фонд конкурса до 14 миллионов рублей. Оскар Артамонов, Владислав Пустовойт, РТС. Зима уже на подходе, значит пора менять надоевшую шубку и приобретать обновку. Тем более, что отечественный производитель предлагает выгодные условия скидки до 70%. Пятигорская фабрика «Ангелина Сэм» – крупнейший производитель качественных изделий уже в Абакане. На меховой ярмарке более 300 моделей и 3000 вариантов шуб. Норка, мутон, песец, куница, каракуль, леса, нутрия, овчина. Различные цветовые решения, размеры от 38 до 70. Порадовать себя новинкой сейчас можно с огромной скидкой – 40 тысяч рублей, если сдать старую шубу. Если денег на руках нет сразу, а обновку очень хочется – не беда. «Ангелина Сэм» предлагает выгодную рассрочку без переплат на 3 года. Гарантия на изделие – 1 год. Кстати, производитель проводит социальную акцию и подарит принятые изделия в Дом ветеранов. Пятигорская ярмарка продажи шуб «Ангелина Сэм» ждет вас в ГЦК «Победа» до 29 ноября включительно. Сегодня свой почти вековой юбилей отмечает Национальная библиотека имени Доможакова. Поздравления приходят из Москвы, Санкт-Петербурга, разных регионов Сибири и со всех уголков Хакасии. 1925 год. Принято решение организовать уездную библиотеку на базе избы читальни села Усть-Абаканская, ныне город Абакан. И вот главная библиотека Хакасии празднует 95-летие. Но сегодня это не просто место для хранения и чтения литературы. Библиотека – это современный многофункциональный просветительский культурно-досуговый центр, где можно воспользоваться доступом в фонды других библиотек страны. Здесь проходят различные лекции, семинары, научно-практические конференции и другие мероприятия. При этом при всем в нашей библиотеке работает единственный на юге Красноярского края и Хакасии библиомобиль. Это комплекс информационно-библиотечного обслуживания на колесах. То самое главное – это у нас самый большой крупный библиотечный функт документальный. Это и книги, и периодические издания, и электронные издания, и аудио-видеодокументы, и документы на микроформах. Сегодня библиотека принимает множество поздравлений, в том числе от правительства Хакасии и Верховного Совета Республики. Сотрудникам были вручены благодарственные письма и грамоты. Хочется пожелать, чтобы с вашей помощью любой житель Хакасии смог найти в вашей библиотеке ответы на все вопросы, познать все тайны мира и просто узнать что-то новое. Пусть навсегда книга останется верным другом, а библиотека – надежным хранителем этих друзей. Библиотека – это огромный совершенно мир, в котором присутствует очень много направлений и устремление этих направлений единое – сделать людей образованными, сделать людей лучшими. В проходе десятилетия совершенствуются технологии, но книга по-прежнему остается главным источником образования. А Национальная библиотека имени Доможакова – крупнейшая сокровищница знаний в Хакасии. Мария Мишнина, Александр Сердюк, РТС. Это все новости к этому часу, еще больше информации на нашем сайте tvrts.ru и также есть во всех соцсетях. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok